Мне вот то, что говорили там на проекте, все эти комментарии, мне вот они не интересны. То есть я прекрасно понимаю, что это эмоции в тот день. А эмоции в те дни были у нас разные. Опять же из-за усталости, опять же по разным факторам мы друг другу надоедали в конце концов. Понятно, была некая злоба, некая агрессия. Я их не воспринимаю вообще. Ну вот после, как говорится, знаете, после драки кулаками не машут, а вот некоторые решили помахать. Поэтому я больше с ними не хочу общаться. Это вы сейчас имеете в виду Артема? О, я за него вообще не хочу больше ничего говорить. Вот и все. Просто этот человек, я ничего даже не буду за него говорить. Он для меня не существует. Невидимка, знаете, таких людей. Они вроде живые, а вроде их нет. Вот такие вот. Вот такой он для меня. Там часто показали неизвестную версию и показали, что вы на него накричали из-за того, что он плохо работал. И потом он тоже не выдержал. Ну вот давайте возьмем так. Не то, что он не выдержал. Давайте вот начнем так. Когда, вот если бы мы жили бы вместе, да, мы были под одной крышей, участвовали бы в одних конкурсах. И вот, знаете, я рос в такой семье, в которой ссору не выносят дальше территории дома. И вот когда мы немножко с ним там на кухне кипишнули, это одно было. И когда мы с ним договорились, что мы поговорим потом, вне камер, потому что я не видел смысла выносить вот эту показуху, делать вот это шоу какое-то там на камеру. Не хотелось. Он воспринял это, видимо, как-то по-другому. И захотел, наверное, может быть, там, не знаю, шумихи какой-то, какого-то резонанса интересного. Мол, сейчас на вот этого дядю Сережу, на папу кинусь. Ну вот и захотел. А я вот этого не любил, когда, знаете, на камеру за спиной. Он же ж не мне лично это в лицо. Он на камеру начал говорить некоторые слова. А слова эти я запомнил даже и до сих пор. Я их помню. Слова звучали так. Тот, кто много говорит, тот мало делает. Это было адресовано в мою сторону. Если взять общую всю ситуацию по кулинарной сфере, по нашему проекту, кто больше всех делал там? Я. Я говорил, и я это делал. И когда вот такие вот слова неправдивые в мою сторону летели с его рта, я это их спылил. И тут, как вы уже заметили, я начал на него кричать. А дальше все переросло вот в такую потасовочку. Все. По сути дела, виноваты оба. Не спорю. Я мог где-то тормознуть, мог как-то поспокойнее среагировать. Но, опять же, нервы, конкурс и характер. Он тоже мог в какой-то момент замолчать. Но нет, захотел продолжить. Вот чем это закончилось. Дальше, после его всяких там интервью, всяких его высказываний, по поводу, почему его не взлюбили, вранье. Каждый из нас, каждый из двадцатки, кто был вместе с ним, каждый скажет, что его слова вранье, чистой воды. Мы его не взлюбили ни из-за того, что он там защитил якобы кого-то. Нет. У нас была ситуация, там конфликт администратора с участницей слили. И то он там, как сказать, конфликт. Какие-то недопонимания. И когда девушки, женщины ругаются, то мужчинам не нужно влазить в бабскую разборку. Он почему-то решил влезть. При этом он поскандалил, подрался с этой Лилей, и все, и понеслась дружуха. И он сейчас это преподносит, как будто после этого мы перестали с ним общаться, и после этого начали как-то к нему так негативно относиться. Нет. На самом деле все не из-за этого. Все началось намного раньше. А началось с того, что он пришел и говорит, я суперкрутой, просто охренеть какой вот такой распальцованный чувак из Дании, который умеет охренеть, как круто делать рыбу. Все быстро, все четко вообще. А потом началось что? Потом началось каждый конкурс, каждое задание, какие-то вот у него проблемы. То ему, видите ли, он без очков плохо видит, ему дали очки. То он и в очках плохо видит. То он медленный, то ему плохо, то ему что-то не то, то не это. И ни разу я не слышал, чтобы человек признал элементарно свою ошибку. Вот элементарно просто признать свою ошибку. Почему вы думаете, у него кличка была на проекте среди нас всех? С кыглы. Ныди. Потому что плакал постоянно. У нас ребята, девочки, они признавали свои ошибки. Он? Нет. Он искал везде оправдания. Он искал во всех оправданиях. А потом, конечно, как это можно удивиться, что с тобой никто не хочет общаться. Тебя никто не хочет брать в команду. Каждый раз, когда ты попадаешь кому-то в команду, все за голову хватаются и думают, ё-моё, к чему вот это наказание? Потому что человек просто нытик и, по сути дела, ничего не может. А хотя мог элементарно признать просто свою ошибку в чём-то. Признать свою вину. Сказать, да, чёрт возьми, не получается у меня это. Да, не умею я это. Нет. Ему надо было постоянно ходить, это, это, давить на жалость. Ну и как вы видите, как вы заметили, после серии, когда его выгнали, слава богу, наконец-то он ушёл в тот день, все обрадовались. Все обрадовались. Съёмочная группа обрадовалась. Потому что надоели вот эти плаксивые слова постоянно. Участники обрадовались. Все обрадовались. А комментарии сейчас я читаю. Просто вот, знаете, я не знаю, вот с вашей стороны, вот вы как мужчина, если бы у вас такая была бы ситуация, да, вот вы ушли с проекта, всё, и начинают вас жалеть. Вам это приятно или нет? Неприятно. И мне было бы неприятно. Я не люблю, когда меня жалеют. Я считаю, что для мужчины это беда позор. Это просто вот вверх, я не знаю, чего, унижение, что ли. Когда его начинают жалеть, особенно женщины. А он этим берёт, ещё и пользуется. Вот, вот. И реальное доказательство, вот реальный показатель человека. С виду он может быть огромным, как вот Артём, да, огромный, бородатый, в татуировках, такой крутой викинг. Я его поначалу назвал викингом. Потому что реально такой-то именно чувак здоровый. А под конец плакса нытик, скрыглый. Всё. Вот я так ему говорю. Ему так все и говорили. А вот может быть, например, другой, да, человек, там вот, Лучков, Руслан. Маленький, щупленький. Такой вот экстравагантный, да, если так говорить. Так он больше мужик, чем Артём. Не плакал, когда надо собирался. Умел признавать ошибки. Да, там его, конечно, злой язык, то другого уже тема. Но это ладно. Так что по поводу Артёма, я надеюсь, всем разъяснил ситуацию раз и навсегда. Потому что уже осточертели мне с этим дураком. И я больше за него говорить не хочу. Спасибо.